Здарова! В этом видео ты узнаешь, зачем надо откладывать дела на потом, как не быть продуктивным, как быть ленивым, сколько стоит монтаж и как не понять, сколько смен у тебя уйдет на создание одного видео. Поехали! На самом деле у меня сейчас немного монтажа, бывало и больше, но он чрезвычайным образом затянулся. Бывает такое предчувствие в начале проекта, что ты его не закончишь никогда. Но как бы это сказать, ты не видишь финальный результат. У меня такое часто бывает со свадьбами. Если кто-то меня смотрит из молодожен, вы уж простите, но в начале карты свадьбы у меня ощущение, что ей не будет конца. Почему? Всему виной прокрастинация. Прокрасти что? Прокрастинация? Попахивает чем-то очень модным и современным. Пришло время закрыть гештальт. Бедный гештальт. Все его вечно тоже пытаются куда-то закрыть, прикрыть или что-то с ним сделать такое. Сейчас все озадачились с продуктивностью, делают кучу дел одновременно и ставят отметки в свой ежедневник ежедневных продуктивных дел о том, что продуктивно провели эту продуктивную неделю. Со мной и моим монтажом все не так. Я сперва очень долго настраиваюсь, у меня на это уходит целый ритуал. И если вдруг я чувствую, что в ритуале все не до конца искренне, отправляюсь на воздух. Просто гуляю, как бы сказали специалисты по тайм-менеджменту, трачу время впустую. Смотрю на деревья, смотрю на небо, под ноги, хожу по улицам, сижу в кафе, пью какую-то авторскую жижу с лимоном, потом иду домой и начинаю все сначала. Чаще всего у меня все стопится на поиски музыки. Блин, этой болезнью страдают все монтажеры, и я точно знаю, что я в этом не одинок. Чаще всего я использую Epidemic Sound, но в последнее время я расширил свой диапазон до MusicBet, ArtList и бывает не брезгую группами ВКонтакте или Телеграме. Но там часто проблемы с авторскими правами, поэтому ими я не увлекаюсь. Кстати, все, что я скидываю в Телегу из музыки, это исключительно либо Epidemic Sound, либо MusicBet, либо ArtList. Это не просто какой-то фонарный музон с Яндекс.Музыки или Спотифая. Будь уверен, что я как минимум тебя предупрежу, если это будет так. Все остальное royalty-free, без авторских прав. С пользой, пользуйся. Дальше, когда музон подобран, начинаются первые кадры. Это мое любимое. Нахожу открывающий кадр, к нему крупняк, крупняку следняк и погнали. Набираю, набираю, набираю. Бывает делаю все одновременно. К кадру подбираю звук, тут же могу подкрасить шот, добавить какой-то переход. Никогда не собираю рыбу. Наверное, стоит собирать основу и это правильно. Но мне хочется быть скульптором и раскрывать фигуру, скалывая с глыбы кусок за куском. Я как бы леплю из тайм-линии статуи. Сперва руку, потом плечо, потом торс, ноги, голову. Если так вообще можно сравнивать. Мне, наверное, можно, я ведь не профессиональный монтажер. Но что происходит, когда наступает прокрастинация? Прокрастинация называют вроде как откладывание дел на потом, но это не точно. Не путать с ленью. Вот у меня сейчас на монтаже больше терабайта материала. Один проект состоит из шести коротких видео по 15 минут. Полудок, фильм тоже так же до 15 минут. Кто-то скажет, что это немного и, вероятно, будет прав. Вот как думаешь, сколько должно уйти времени на монтаж такого материала? Я думаю, здесь стоит обратиться к профессионалам. Не так давно я обращался на биржу монтажеров. Иногда я в поиске помощника на монтаж, потому что один не вывожу. Дело было летом, и мне надо было монтировать небольшие отчетные видео. Максимум 10 минут с туристических групп. Но не просто тупо собирать в последовательности, а проявлять немного креативности и собрать со вкусом. Референсы есть. Так вот, мне попался чел, монтировал пару видосов одной небезызвестной студии, который все рассчитал по формуле, кстати, за что ему большое спасибо. Итак, по техническому заданию у меня было полторы тысячи файлов на 8 часов, общей сложностью 500 гигабайт, все в 4К, большинство в лог. Камера Sony FS5, Panas GH5, Plus S5, GoPro и Mavic 2. Куча камер, все разные, и хорошо бы их как-то смачить между собой. Парень, недолго думая, выкатил мне расчет, естественно, не соответствующий моему бюджету. Не, ну на самом деле, он, скорее всего, прав, учитывая количество исходников. Итак, вот эта формула. Дальше, со слов монтажера. По опыту, на подобный монтаж клипа на 2,5-3 минуты уходит примерно в 2 раза больше времени, чем общий хрон исходников. Говоря о хроне мастера в 8-10 минут, можно предполагать, что на монтаж уйдет в 4 раза больше времени, чем хрон исходников. В общем, предварительно 3-5 смен, это 30-50 тысяч рублей, включая логинг, синхронизацию, работу со звуком, интершумы, интервью, но без саунд дизайна. Цветокор такого хрона мастера с 4-5 камер может занять также 3-5 смен, в зависимости от качества материала и динамики монтажа. Это примерно 45-75 тысяч рублей. Один круг правок и один круг мелких доработок включены в стоимость. Естественно, не соответствующий моему бюджету, я вежливо извинился и сказал, что пока что не нуждаюсь в его услугах, сгрустнул и пошел монтировать сам. Но у всех своя цена, и я думаю, что есть монтажеры дешевле. В среднем смена монтажера на бирже это 8-10 тысяч рублей за смену. Но я не представляю, как посчитать количество смен, если я только несколько часов могу искать музыку или делать какую-то хитрую склейку, подбирать звук или искать нужный кадр, или что я там еще обычно делаю. Наверное, это отличает меня от профессионального монтажера. Так все-таки, в какие моменты наступает желание отложить дела? У меня это однообразная работа. Чем однообразнее мой монтаж и одинаковость проектов, тем больше я буду стараться забросить его на потом. Так получилось и в этот раз. Склеить фильм на общий хронометраж, превышающий лекцию в университете, убило во мне всю скорость, и я начал прокрастинировать. Единственный способ обороть это – временами переключаться на что-то другое. Например, на съемку каратышей, например, сторисов или видео на канал, или просто какая-то ни к чему не обязывающая съемка. Предметка там, или какая-то собака. Собака. Правде сказать, это видео о борьбе с прокрастинацией и есть борьба с прокрастинацией. На самом деле, результат этого видео, его просмотры не имеют абсолютно никакого значения. Хотя бы потому, что я это сделал, отснял, отвлекся. И теперь пойду дальше собирать своих собак. Время собирать собак. Время собирать собак. Надеюсь, тебе было интересно и местами полезно. А на этом все. Хорошего тебе монтажа, быстрого, самое главное, и удачных кадров. Пока.